Мошенники продолжают придумывать новые способы хищения денег у граждан. Теперь они начали действовать под видом сотрудников одного из наиболее серьезных ведомств Федеральной налоговой службы. В региональном отделении Центробанка отмечают, что такие случаи зафиксированы и в Тверской области. Жители Верхней Волжи предупреждают о новой схеме обмана. Мошенники предлагают им якобы заплатить налоги. Схема построена на кампании по сдаче деклараций, которую ФНС проводит с 1 января и вплоть до 2 мая. Они рассылают электронные письма на адреса наших граждан, полностью соответствующие официальному оформлению Федеральной налоговой службы. В этих письмах они сообщают о том, что у наших граждан появляется задолженность, либо необходимо оформить декларацию. При этом предлагается перейти по ссылке, указанной в письме. На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и полные реквизиты банковской карты. Якобы для идентификации налогоплательщика. На самом деле, мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги. А полученные персональные данные используют для новых попыток обмана. В Центробанке призывают граждан быть максимально бдительными. Не переходите по ссылкам указанных писем, а лучше используйте либо личный кабинет налогоплательщика в мобильном приложении, либо переходите на официальный сайт и там получайте всю вам необходимую информацию и выполняйте те действия, которые там описываются. Если же вы попались на уловки мошенников, то надо максимально быстро обратиться в полицию, а также в свой банк. И здесь, кстати, в помощь будет нововведение, которое начнет действовать с 1 июля. Даже если, с вашего счета, мошенники вроде как перевели средства, то в течение двух дней будет работать так называемый период охлаждения. То есть, по факту, деньги останутся у законного собственника, которому главное надо оперативно написать заявление в свою кредитную организацию о том, что он никаких переводов не делал. Продолжение следует...